Дожди в самый разгар жатвы Общий намолот хозяйств региона – около 150 тысяч тонн зерна при средней урожайности – 23,5 центнера с гектара 18 июля исполнилось 110 лет со дня рождения нашего знаменитого земляка – уроженца Ветковского района Андрея Громыка В этот день в Гомеле и на Малой Родине выдающегося дипломата и государственного деятеля прошел ряд памятных мероприятий В частности, торжественные митинги в сквере имени Громыка и на главной площади Ветки, а также открытие музейных экспозиций Андрей Громыка 28 лет занимал пост министра иностранных дел Советского Союза После возглавлял Президиум Верховного Совета СССР Сквер в центре Гомеля был назван его именем в 2009 году в честь столетия со дня рождения знаменитого земляка Еще раньше, в июле 89-го, здесь был установлен мемориальный бюст дважды Героя социалистического труда Это, кстати, не единственная награда дипломата Его трудовой путь отмечен также семью орденами Ленина, орденами Великой Отечественной войны, трудового красного знамени, знаком почета Андрей Андреевич пользовался огромной популярностью, был для людей образцом преданности своей стране, трудолюбия и профессионализма На очередном заседании Гомельского горосполкома рассматривали социально-экономическое развитие Новобелецкого района В поле зрения все вопросы, от которых зависит качество жизни людей От использования волонтерского движения для работы с инвалидами-колясочниками до открытия детских садов Для новобелецы это действительно актуальная проблема Здесь самое большое среди районов Гомеля количество молодых семей Постепенно ее удается решать Одно учреждение открыли ко дню независимости Еще один садик появится ко дню города Что касается экономики, то здесь основное внимание проблемным предприятиям При том, что в целом здесь выполняются все запланированные показатели Некоторым субъектам хозяйствования необходимо искать дополнительные возможности Речь в первую очередь о Новобелецком комбинате хлебопродуктов и жировом комбинате Осенью на Гомельщине планируется высадить около 23 тысяч деревьев Это позволит не только полностью компенсировать потери погибших растений Но и расширить территории зелеными насаждениями Соответствующий план утвержден облсполкомом Другое дело, что эффективность его выполнения во многом будет зависеть от участников акции Во-первых, экологи советуют обязательно согласовывать места посадок с местными коммунальными службами Которые хорошо знают места расположения инженерных коммуникаций А во-вторых, строго соблюдать технологию посадок и правильно выбирать породы деревьев Победители и призеры Вторых Европейских игр сделали свой выбор Спортивные школы Гомельской области получат 55 тысяч рублей помощи по проекту «Олимпийский путь» Благодаря успешным выступлениям свои спортивные школы поддержат Канаистка Елена Ноздрева, байдарочницы Ольга Худенко и Марина Литвинчук Борец Кирилл Грищенко и боксер Владислав Смягликов Средства получат Сдюшор «Дельфин», Мозырская Сдюшор профсоюзов по гребле Калинковичская Сдюшор номер 2 и областной центр Олимпийского резерва единоборств Продолжение следует...